всем камазовский привет салам именно такой давно не было роликов так как я был занят и была работа естественно обмануть никого не будут была работа довольно таки я не очень бы сказал что прибыльная и очень-очень трудно то есть мне было очень тяжело снимать ролики потому что я именно физически работал не было то есть надо было прыгать цеплять отцеплять кстати снимаю на новую камеру и не было возможности снимать потому что руки грязные голова не думает об этом ты как тряпка уже ходишь без сил без ничего ну такая работа командистов потому что особенно бортовой техники так как приходится ну таким образом работать зарабатывал тоже не особо много была работа снег зима затяжная была очень сильная зима была в этом году в крыму дофига снега очень долго лежал слякать грязь то есть по сути не было даже настроения снимать ролики из-за этого так получилось сейчас вот вышла работа рулонный газон чуть-чуть вышел хоть разнообразие юбк одиночкой более-менее комфортно ехать на более приятное и можно хоть что-нибудь заснять для вас более красивые места у нас такие места сейчас все попробуем камеру конечно я микрофон не одевал сейчас просто без микрофона то есть вот такие хором у нас здесь плюс еще чего хотел сказать у меня за эти дни сломался замок зажигания камаз тут вот фу бегает молодец без поломок уже 2 3 месяц и очень очень приятно что еще хочу сказать хочу сказать что у меня камаз очень плохо стал работать на холостых вот после того как у меня замок зажигания смотрите очень маленькие холостые воды у него дрожит этого низкие обороты придется кабину поднимать хотя будут сейчас покажу все вот хотя бы чтобы холостые были в этом диапазоне он как-то более себя комфортно чувствует и масло дает более-менее лучше а вот сейчас я отпущу вообще упадет чуть бы не до днёрки такие красоты у нас в ялте очень крутой спуск на 2 спускаюсь в районе семи восьми тонн груза ну и по и быка только так приходится ездить по таким местам потому что команд с 8 тонн и 5320 очень довольно таки маневренный так очень крутая крутой спуск вернее там у нас море давайте аккуратно спустимся очень крутые спуски спускаюсь на 1 принципе здесь везде фура проедет хотя навряд ли но последние два поворота и вот этот поворот здесь ну принципе может и фура проедет но малейшая ошибка она конечно вернется очень плохой истории то есть ты очень здесь крутой спуск и с грузом здесь ты реально сразу можно шлифоваться здесь обычный бетон то есть здесь щебенки вот ну хотя вот здесь внизу вижу щебенистая более-менее так я на юбка не вижу много чего снимать сейчас может чем по дороге можете расскажу конечно сейчас хочу вам показать выезд на пустую нужно когда спускался придерживал первую передачу меня почему-то он стал выбивать первую передачу и заднюю передачу так на шире кажется что по-любому что здесь все широко и очень круто принципе здесь бы реально был бы ехать на фуре но не на этом крутом подъеме почему потому что на камере это не передается но здесь очень крутой а сейчас поворачиваю меня ось прыгает и шлифует это на двух лоски без прицепа одиночка очень крутой крутые повороты просто у меня есть один знакомый друг который думает что на юбка камазы очень тяжело хотя у меня постоянно работа на юбка из дождя 5320 он каратыш ну короче только 55 11 и вот эти современные камазы вместо зилков которые выпускались одноосный все остальные все длинные чересчур будет все уже шли камазы наподобие 10 тоников 15 тоников даже длиже чем 10 тоник камаз таких вот все серединочка то есть чтобы он брал по массе как 10 тоник и был маневренный по сути это только 5320 камаз потому что я даже камаз с одиночным мостом он не такой грузоподъемности будет как 5320 в принципе он свои 8 тонн подцепа тянет одно остров 8 10 тонн сами знаете на что способен 5320 конечно я не хочу больше десяти тонн таскать хотя позавчера я тоже вез рулонный газон в весе 15 тонн варлиная через танковая через весь этот серпантин и я так запарился до невозможности сейчас же мы едем на второй передачи кстати вот тут есть такое зеркальце машка матика прикольно видел следы видно что здесь но это не от фуры это что-то типа газели видимо спускались да нет он в принципе среди от фур тоже есть спускались офигевали от спуска и такие да ну его в бане так налево у нас севастополь 81 километр и симферополь 67 километров нам направо 1 первый раз буду монтировать так первый раз буду монтировать ролик и с более и не утомлю дорога конкретно убилась эта зима и сказалось она ее быка очень сильно дорога просто мертвец дорога просто очень убитая ужасно они еще хотят сделать дешевле отдых в крыму но при этом у нас дорога одна единственная на юбк и она собственно довольно таки плохая плачевном состоянии она рассчитана на маленькое количество автомобилей то есть ну реально в плохом состоянии дороги вот смотрите пожалуйста просто нереально очень убитая дорога не знаю есть ли у них планы ее делать но что то они сильно они стараются хотя уже надо начинать ее делать вот видите пожалуйста просто чудик стал на аваригах сзади машины все щимаются и вот она сейчас будет дорога узкая с двух полос переходить на одну полосу резкий поворот и вот так вся дорога вот кстати здесь начинается самая широкая дорога на всей стороне юбка солучно до Севастополя здесь реально широкая здесь двух сторон будет двух полоски и тоже убитая дорога пламину кстати мы кабину уже покрасили полностью запаха никакого нет если вдруг кто-то хочет себе такой лайфхак будет такой лайфхак то что можно реально красить кабину без каких-либо проблем то есть взял покрасил и запаха никакого нет так ладно я наверное уже включусь долину мы сейчас едем в сторону долины домой там будем возить эти панели надо борта будет дома быстро скинуть здесь очень красивые горы там тоже забыл заснять очень слабые горы здесь сильно не трясет блин потому что дорога просто ужасная и они перестанут и говорить пока эту дорогу не сделают это просто нереально ехать здесь так сейчас негруженая форума надо быть в апотеку вот так приехали домой вчера мы заправились полным баком на 11500 у меня 30 литров было они почти смотрите там чуть видно не знаю камера пока что нет есть солярка нормально полный бак 10500 210 литров грубо говоря сейчас быстро скидываем борта и едем дальше работать возить стеновые панели которые одна весит четыре с половиной тонны самая дурацкая тяжелый просто борт это вот пять летний блин как же его тяжело снимать фух запарился сейчас быстренько голую площадку делаем и выезжаем ну вот эти борта тяжелые пипец я их наверное вот здесь прямо скину и оставлю а еще тут а тут вообще тянуть придется блин тяжелые борта зараза палец успел придавить забрал огромную фигню сейчас попробую так сейчас бы выехать с чего этого дела там железка у меня стоит короче фигня в районе шести шести с половиной тонн весит а отец загрузился блин сейчас чуть неудобно две в районе четырех с половиной тонн посчитали по кубатуре здоровые такие стеновые плиты с этажем очень тяжелый очень толстый из чистого бетона и там арматура прям вот такая вот ну понятно дело что это для этажек огромных восьми этажек на десяти этажек вот ну тяжелый вот я сейчас одну везу и офигеваю реально реально по ощущению сейчас шесть тонн весит я вам потом еще попробую снаружи показать один отец много успел вот там куча вертолетов отец много успел съездить уже я у меня что-то этот не мог вот это стойка открутить ни в какую вообще не откручивалась там блин куча вертолетов летает у нас тоже тут хер поймешь блин то одно говорят то другое блин вон целый полигон обкатали перекатали куча танков стоят там на камеру вряд ли будет это видно я же живу рядом с перевальницкой частью она самая крупная в крыму и здесь сейчас столько техники столько солдатов все в капец так что у нас тут фигня какая-то происходит реально люди люди реально не наиграют и вот так мы с целыми днями это одно и то же одно и то же одно и то же и так каждый день вот там козочки ставим козочек корова сама становится у нас там видно нет в зеркале капец вот так вот едем сейчас боком негабаритный чуть плита а эту стойку уже снять не смогли чтобы ровно это все дело уложить вот это все вывозить надо это здесь стеновые плиты они очень долго стояли очень долго прям блин я помню себя в детстве я на мопеде на велосипеде ездил все они стояли реально это ну с двухтысячных годов может даже еще раньше они стоят я немного испытываю свою камеру посмотрите какие у нас горы здесь красиво сейчас подвижу вот падая ветрозащита там не одел свой этот не одел так это у нас саянское водохранилище хранилище горы на фоне всех этих гор мы ездим русские горы хочу вам зрителям показать надеюсь надеюсь блин не задувает я забыл надеться где-то защиту на фоне всех этих блоков там отец подъехал его первым будет разгружать все айянское водохранилище там внизу за заборчиком зеленым у нас водохранилище так у нас симферопольское водохранилище айянское водохранилище прямо сзади на фоне всех тех гор которые сзади конечно так что начинаем новый контент просто на соплях держится очень много лет стояло но уже разморозилась там кстати масса интересна стоит манипулятор вдалеке он короче восьмиметровый у нее прицеп который раздвигается и по итогу он стоит 12 метров и он сейчас яма бур у него пятитонная установка гидролап там далеке за отцом стоит тот масса вот эти железные кассеты специальные чтобы как опора работа для этих стен стен для бетонных стеновых не успел такой кадр заснять плита получаса две петли зацепили не за что у них нету чала длинных и эта плита слетела и как ударила по камазу жестко прям надеюсь что там все целое отец недовольный что-то крановщик злой а чё крановщик злится это твои проблемы что у тебя чалок нету а то что по камазу стукнут конечно а у нас же там борт еще у отца я забыл про это это борта все скину а сейчас передние борта оставил так у нас так у нас сегодня второй день вчерашний день закончился в принципе нормально уставший до приехал домой сразу спать не было даже этот сил записать видео сейчас мы планы изменились нести новые панели приехали в бакчисарай тут вывозить и хлам ну реально одним словом тут уже такой материал особо не неважный вот сейчас мы здесь будем грузить меня с отцом с прицепом борта я уже одел снова все мы грузимся едем туда же разгружаться и скорее всего еще раз будем сюда ехать я не вижу смысла заканчивать видео пусть в одном виде будет несколько рейсов потому что у меня нет нет сейчас не будет сил особо ездить не будет у меня сейчас силу основном ходить снимать так как буду физически работать физически цеплять отцеплять укладывать потому что работяг нету практически мы своего берем работягу потому что заказчик дает работяг ну там они такие работяги честно говоря что вообще желание отпадает вообще их видеть и даже в машину сажать ну то есть реально люди не хотят работать вообще вообще зачем тогда они идут на эту халтуру если ты не хочешь работать физически это это же тебе не в офисе сидеть там и куканить одним словом так что мы сейчас ждем папу ждем кран крановщик тоже бакчисарайский говорит переболел немного грузимся и выезжаем вот такие будут у нас мини рейсы в одном ролике сильно затягивать тоже не очень желанием говорю так что вот так вот так загрузились мы нереально тяжелыми штучками они весят очень много по задним надписям что они весят четыре с половиной ну по носить говорит по ощущениям намного больше а эти вообще еще и с внизу бетоном то есть стяжка у них была и довольно таки очень крупная стяжка что у меня вот по сути вот рессоры уже на вторых сидит на вторых рессорах сидит еще по ченечку выезжаем там вот отец стоит сейчас он будет грузиться все не поехали поехали на разгрузку по итогу записал ролик о том чем я сейчас занимаюсь чтобы хоть какое-то видео вышло ну вот отец у нас едет красавец да старенький не напрашенный ну работяга с этим ничего не поделаешь так ладно ну мы потихонечку домой думаю ролик не буду затягивать вот сейчас такие вот мини рейсы ставьте лайки подписывайтесь скоро будет контент уже погода открывается уже начинаем заниматься уазиком то есть полноценно так что ждите новые ролики ну ну что